Всем привет, друзья! Сегодня у нас полезные советы и хитрости, которые могут пригодиться. Первое приспособление будет сделано из двух металлических уголков. Для этого зажимаем их зажимом и сверлим по центру отверстие на 8 мм. Далее берем болт-восьмерку, вставляем и прижимаем гайкой. Я потихоньку собираю бюджетную террасу своими руками и прижимая доску друг к другу, хочу сделать небольшой одинаковый зазор. Два металлических уголка в этом отлично помогают. Зазор около 3,5 мм. И вода пройдет между досок, и ключи от дома не упадут. Сначала сделал пару таких приспособлений, а вот уже когда монтировал все полностью, сразу сделал 6 штук. И очень удобно работать. Да и за болт легко вытянуть и переставить на следующую доску. Проживая в своем доме, каждый год меняю дверные ручки. То сам с размаха открою дверь, то дети балуются. И дверная ручка сильно царапается и приходит негодность. Нашел на Алиэкспресс вот такие ограничители для дверей. Монтируются как на саморезы, так и на липучки. По времени, ну, уходит минут 5. И ограничитель работает отлично. Кстати, на все годные товары есть ссылки в описании. А тем более, скоро Черная Пятница. Рекомендую всем залетать на Алиэкспресс и забирать товары по диким скидкам. Вот, например, я себе еще взял такой интересный замок. А то мой дверной в мастерской уже рассыпается. И в запас взял еще дверной замок с золотыми ручками. Смотрится очень прикольно. Монтируя доску на террасе, ее приходилось чуть-чуть поджимать и стягивать. Как всегда, доска не идеальна и есть сабли. Для прижима доски мне отлично помогали струбцины. Просто переворачиваем в обратном направлении, чтобы они не зажимали, а разжимали. И работа идет очень легко. Да и вообще, я всегда советую иметь в своем арсенале пару мощных быстрозажимных струбцин. Они реально выручают. Проживая в доме, иногда по вечерам хочется посидеть и попить горячего чаю с лимончиком. Но вот столика под рукой не хватает. В Китае прикупил пару интересных кронштейнов, которые умеют складываться и экономят место. Саму посылку привезли очень быстро и лично курьер, за что спасибо продавцу. Для небольшого столика взял обрезок фанеры, нанес разметку и расположил два кронштейна. А затем закрепил на саморезы. Далее переходим на стену. Чертим ровную линию и закручиваем кронштейны к стене. И у нас получается складной удобный столик. Кстати, сейчас я его перевесил уже чуть ниже. Уж сильно понравился ребятишкам. И теперь это их игровой столик. Тут, кстати, отлично пригодился удлинитель. Тоже с Алиэкспресс. Брал еще в том году с фиксатором и магнитом. Часто меня выручают. Таким кронштейном я нашел применение и в мастерской. Иногда пользуюсь самодельным столиком для фрезера. И чтобы он в углу не валялся, решил закрепить его прямо к верстаку. И теперь, когда нужен будет стол, всегда можно поднять и сделать работу. А в остальное время он легко складывается и не мешает. Субтитры сделал DimaTorzok. Делая террасу, приходилось добавлять пару досок, чтобы террасная доска не прогибалась. Доска у меня трехметровая, 50 на 200. И одной рукой тяжело удержать на весу. Тут пригодится маленькая хитрость. Просто вкручиваем саморез в доску, берем монтажку и поднимаем доску одной рукой. Выставляем поровнее и все можно крепить. Как говорится, все гениально и просто. Ну и саморез не забудьте только потом выкрутить. Иногда катаюсь и занимаюсь мелким ремонтом. Задачка была простая. Отвалилась дверка, вырвана с мясом и надо починить. Саморезы подгнили, уже не выкручиваются и я их просто высверлил сверлом по металлу. Восстановить быстро отверстие мне помог обычный клей для обоев и десяток спичек. Также поставил новые петли. А потом в подарок решил закрутить пару симпатичных ручек. На такие работы всегда таскаю с собой десяток интересных зацепов. Бывает то в ящик надо прикрутить, то в дверцу. А ручки стоят недорого и привлекают своим внешним видом. Тоже брался Алиэкспресс, так как такие в нашем магазине ну точно не найти. А в домашнем быту всегда пригодится. Вот например починил ящик, поставил на колеса и получил выкатной короб для хранения постельного белья. Дверные ручки есть самые разные и даже универсальные. Вот например в виде птичек. Выглядят очень симпатично. В комплекте два вида крепежа, так как их можно еще использовать в виде крючка. И повесить оберег или картину. Да и смотрится очень хорошо. Еще взял необычную силиконовую клейкую ленту. Она двухсторонняя и сама прозрачна. Практически не видна. Хорошо клеится на стену. Можно закреплять ночник для детей. Ну а мы повесили игровой шар. А вообще применение такой ленты тут уже зависит чисто от вашей фантазии. Держится довольно хорошо. Продолжая строить дом, в котельной делал пол. Клал листы ЦСП. В моей котельной по центру будет трап. И надо высверливать отверстия. Труба трапа 110 миллиметров. И чтобы подобрать подходящий круг, я взял обычный отрезной диск для болгарки. С диаметром 115 миллиметров. Чертим разметку. Быстро фрезером делаем отверстия. И трап заходит на свое место. Зазорчик прям минимальный и ровный. Запоминайте, друзья, вдруг кому пригодится. Ну и напишите в комментах, какая идея вам понравилась больше всего и почему. Поставьте лайк, вам не сложно, а мне приятно. И подписывайтесь на канал. И обязательно жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. На все годные товары с Алиэкспресс есть ссылки в описании, друзья. Сам пользуюсь и вам рекомендую. Всем бобра, такого жирного бобра. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok